Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Давайте разберем произошедшие новости в Германии. Важен каждый ваш лайк на этом канале. Глава девочек банка сообщает, что немцам пора поработать. Христиан Зевенко, руководитель крупнейшего банка Германии, бросил вызов вообще всей нации, сказав, пора усерднее работать. На конференции во Франкфурте он заявил, давайте трудиться хотя бы как средний европеец. Почему это важно? Средний европеец работает около 34 часов в неделю, а в Германии показатель едва достигает 28 часов. И тут дело не только в цифрах. Немецкая экономика буксует, а автогиганты вроде Volkswagen уже закрывают заводы из-за падения спроса. И да, не только Зевен бьет тревогу, как видите, президент Ифо Клеменс Фьюз тоже подтверждает стагнацию, что она длится годами. Даже министр финансов Кристиан Линдер признал, что Германия сейчас беднеет. Что вы думаете об этом? В Тюринге, в районе известного водохранилища Свинцовая дыра, произошла трагедия, потрясшая всю Германию. В одной из крупнейших резерваций Германии, расположенной в восточной части региона, произошла ужасная авария на строительной площадке, унеся жизнь 60-летнего рабочего из Словакии. Полиция сообщила, что еще один сотрудник получил серьезные травмы, был срочно госпитализирован в больницу. Первоначально также шла речь о еще одном легкораненном, но подробности пока еще нет. Неизвестно, что именно стало причиной обрушения строительного крана, который около полудня упал на мост, проходящий через значимую плотину. В одно мгновение стройплощадка превратилась в хаос, полный обломков, оставленных тяжелой машиной. Эта катастрофа произошла в Сальдольфе, в районе городка Бад-Лобенштайн, находящемся в районе Зала Орла. Водохранилище Свинцовая дыра, простирающаяся на 28 километров и вмещающая 215 миллионов кубометров воды, является важным объектом инфраструктуры в Германии. В рамках проекта расширения федеральной трассы 90 запланировано строить нового моста через это водохранилище. Однако случившаяся трагедия вызывает беспокойство за безопасность таких масштабных проектов и напоминает уважность в соблюдении всех мер предосторожности на строительных площадках. Ставьте лайк под данным каналом. После сильной непогоды на северо-западе Нижней Саксонии продолжаются работы по очистке. В среду регион был поражен сильным дождем и ветром, что вызвало многочисленные вызовы пожарных служб в Ольденбурге, Вердене, Бремене и Коксфахне. Утром четверга съезд Швановеда на автомагистрале А27, закрытый из наводнения, был вновь открыт. Наводнения затопили улицы, тротуары и подвалы, что привело к сотням звонков в экстренные службы. Особенно пострадали северные районы округа Ольденбург, включая муниципалитеты Хатте, Худа, Ваденбург, а также Гроссинг-Кеннин. Упавшие деревья стали причиной закрытия железнодорожной линии в Худо возле Вустинга, задержав даже поезд. Пассажирам пришлось ожидать, пока пожарные уберут дерево, а на автомагистрале к 27 и 29 деревья заблокировали дороги. В некоторых местах видимость составляла всего-то 5 метров из-за проливного дождя. Водитель грузовика в районе Ольденбург оказался зажатым в кабине из-за упавших деревьев, но был спасен и не пострадал. Отделение неотложной помощи больницы Ольденбурга затоплено, но помощь пациентам не была прервана. В других районах сильные ветры и дожди повалили деревья на жилые дома, повредили газопроводы и привели к эвакуации супермаркета Твист-Трингенен. Графство Куксхавен даже пострадало от непогоды. Молнии вызвали пожары на чердаках домов, один из которых стал непригоден для проживания. Четыре аварии произошли на трассе А1 в районе Ротенбург из-за аквапланирования. В результате несчастных случаев один человек получил легкие травмы, а общий ущерб оценивается 50 тысяч евро. Что вы думаете об этом? Ставьте лайки под данным каналом. Германия чемпион по отменам рейсов стала. Этим летом немецкие аэропорты и авиакомпании сорвали рекорд по количеству отмененных рейсов. Еру, Винкс и Люфтландзе снова впереди, но не в самом лучшем смысле. Как вам такой титул? Некоторые эксперты правом пассажиров FlightRide, Фейза, Тюркин без стеснения заявляют, что проблема нарастает, как снежный ком. Неужели Люфтландзе так сложно выполнить свои обещания и предоставлять услугу, за которую пассажир платит бешеные деньги? Возмущается Тюркин. Пассажиры заслуживают лучшего. В конце концов, сколько можно торчать в аэропорту, теряя драгоценные дни отпуска? И тревожные цифры. Более 375 тысяч задержек и 15 тысяч отмен по всей стране. В аэропортах Берлина, Франкфурта и Мюнхена пассажиры встречают реальность. Ожидания, задержки, пропущенные отпуска. Особенно выделяется аэропорт Берлина-Бранденбург с показателем отмен в 3%. За ним следует Франкфурт, Мюнхен и Тюрих. Чтобы вы понимали, Евровинкс и Люфтландзе этим летом отменили более 3% всех своих рейсов. А вы еще не забыли про Свис? Они отменили 2,6% рейсов. Какая тройка лидеров намечается? Неужели немецкая авиация выйдет из этого пике? Пассажиры теперь с опасением бронируют билеты, ожидая новых неприятных сюрпризов в Германии. Что вы думаете об этом? Ставьте лайки.